Друзья, всем привет! У нас стартуют очередные крипто-новости. Если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это обязательно. Поставьте лайк, напишите комментарий. Для нас это очень важно. И начнем с того, что биткоин торгуется по 350 тысяч долларов. Да, вы не ослышались, 350 тысяч долларов. И вы знаете, в скором будущем будут уже такие новости у нас на канале. Вот чтобы не пропустить этот момент, инвестировать вовремя. Посмотрите эфир. Вот вчера у нас был с Томасом эфир. И как раз мы обсуждали, когда будет он стоить 350 тысяч долларов в биткоин. Поэтому не пропустите этот момент. Инвестируйте, заходите в рынок. Изучайте сейчас очень хороший момент. Спонсор нашего эфира сегодняшнего это AML проверка CoinKit. Наши друзья, партнеры, у них AML проверка бесплатно. Вы можете зайти, проверить свой кошелек, чтобы не дай бог не наткнуться на грязную криптовалюту, чтобы ваш аккаунт не заблокировали на бирже. Проверяйте бесплатно и пользуйтесь классным сервисом. И начнем с того, что биткоин торгуется 61 тысяча долларов на момент записания видео. Это хорошая цена для биткоина в моменте. Некоторые говорят, что дорого, это уже не стоит покупать. Я считаю, что это недорого с учетом того, что рынок будет расти. И скорее всего, это не финансовый совет, но этот бычий рынок, бычий цикл станет самым крупным вообще в истории рынка криптовалют. Поэтому заходите, смотрите, изучайте, но будьте аккуратны. Новички очень часто здесь теряют деньги. Если вы не хотите терять деньги, обучайтесь, приходите в нашу криптоакадемию. Ссылочки в описании. Эфириум торгуется 2670, тоже потихонечку начинает отыгрывать минуса, которые он был. Все-таки ETF есть, вложения есть, крупные игроки приходят и потихонечку все-таки все это отрастает. Но говорят о том, что провал может случиться и до 1600. И почему бы и нет, может такое быть. И крупные игроки захотят закупиться внизу, могут и двинуть цену вниз. Доходность сети Tron составила 5,3 миллиона долларов за сутки. Представляете, огромная экосистема, которая приносит сумасшедшие деньги, можно сказать. Поэтому Tron сейчас на данный момент недооценен совсем. Вот, допустим, TRX. Почему может расти вообще монета TRX, монета Tron? Потому что сейчас очень много выпускается на этом блокчейне. Много мемкоинов, много транзакций идет там. Очень много, поверьте, да, кошельков открывается очень много. И вот следующая новость. Чем обеспечен стейблкоин USDT, да, и где его больше всего выпущено? Выпущено его больше всего в сети Tron. И все обменники, по крайней мере, по России, да и, в принципе, по всему миру, больше всего используют сеть Tron. Потому что комиссии маленькие, ну и стейблов там очень много. Мы сами знаем, мы сами пользуемся этим, да, и обменникам нашим, хоккейных ченж, наших партнеров. Все пользуемся TRX. Поэтому я думаю, что в этом цикле Tron как минимум мы увидим это X10 и больше. Но это не финансовый совет, повторяюсь. Чем обеспечен USDT? Говорят о том, что он обеспечен долларом США. Якобы эти деньги все есть, на балансе в банках лежат. Но это не точно, будьте аккуратны. Поэтому в стейблкоин есть еще USDC. Вот, тоже можно в нем хранить какую-то часть, да, если вы хотите выйти в стейбл. Поэтому будьте аккуратны, не храните все в одном месте. Поэтому USDT, Tron, конечно же, будет рост этой экосистемы. Однозначно, потому что все это развивается. Мемкоины, USDT и так далее. Вот, но USDT еще тоже выпускают на сети Tron. Tron, он сейчас самая быстро растущая сеть, на самом деле, да. И USDT там больше всего быстрее развивается, скажем так. Потому что сеть маленькая и сейчас рост очень большой. Поэтому на Tron тоже присмотритесь. Как я уже говорил раньше в выпусках, что Tron это неплохое сейчас вообще вложение. Да, я думаю, что Tron будет это 35-50 в этом цикле. Но это не точно, да, как у нас в криптовалюте. 100%, но это не точно. Но точно, что Tron будет расти и экосистема Tron, она просто взорвется в один прекрасный момент в этом бычьем цикле. CZ выпускают скоро из тюрьмы. Переверили его из тюрьмы в какой-то центр, да, где заключенные проходят реабилитацию. И вот через месяц его выпустят. Чем он будет заниматься? Но вроде как собирается заниматься также криптовалютой, открывать компании, обучающие компании. Поэтому будем смотреть, наблюдать, что у него впереди. Но я думаю, что будет будущее нормальное. Здесь как бы он отбился с Binance. Если не будет новых исков, надеюсь, что не будет и все будет у него хорошо. Sony запустил L2 решение для экосистемы Ethereum. Ну, мы уже видели несколько раз новости о том, что Sony двигается в направлении криптовалют. И может быть это будет в приставке какие-то скиллы продаваться за крипту. Собираются они токен выпускать в сети Polygon. Но как это будет все работать, тоже непонятно. Но то, что Sony двигается в этом направлении и причем уверена, это точно. Значит, они уверены в этом рынке, который сейчас наступает. Наступает бычий рынок и пользователи будут пользоваться криптой и всем, что с этим связано. Штат Вайоминг хочет запустить привязанный к доллару США стейблкоин. У штатов есть такая тема, что каждый штат может принимать свои законы. И представляете, вот штат один из в Америке выпустит свой стейблкоин, привязанный к доллару. Это, конечно, хорошо, это, конечно, классно. Но на каком блокчейне это будет выпущено, какой это будет смарт-контракт, кто его будет выпускать. Потому что все-таки это государственные деньги, обеспечены он будет облигациями. И вопросов все больше. То есть, или человек не понимает, что он говорит. То есть, выпустим мы стейблкоин и все будет у нас хорошо. Или же наоборот понимает, может быть что-то знает, чего мы не знаем. Но если выпускать где-то стейблкоин на каком-то блокчейне, значит, надо в нем быть уверен на 100%. Это, наверное, тогда получается блокчейн эфириума, да. Но опять же, там будут комиссии большие. Тогда нужно что-то делать, какие-то костыли и так далее. Поэтому будем смотреть, конечно, что они будут предлагать, какие решения этому всему. Но хорошо, что тоже как бы в эту сторону смотрят. В России может появиться не одна криптовалютная биржа, как раньше говорили, а две криптовалютных биржи в Санкт-Петербурге и в Москве. И все же, да, как я уже и говорил, как это будет работать, какие пары там будут торговаться, какие будут стейблкоины торговаться, USDT это будет, да, быстренько все это заблокировать. Л, USDT, все то же самое, да, то есть это все смарт-контракты на блокчейнах. Поэтому где их будут брать, эту криптовалюту и так далее. Посмотрим, для чего это вообще нужно будет и кто там будет торговать. Может быть, биткоин будет торговать. Ну, биткоин еще, ладно, где-то могут взять и торговать, в принципе. Но все равно, если ты на этой бирже купил, я думаю, что там быстренько по ML-сканерам все это будет окрашено в красный цвет. И это будет проблема для людей, которые покупают криптовалюту на биржах российских. К сожалению, так, к сожалению. Но будем смотреть, может быть, они действительно знают какое-то другое решение. Компания Tether будет выпускать в Эмиратах стейблкоин, который привязан к Дирхаму. Почему и зачем это вообще делать? Потому что Эмираты, недавно была новость у нас тоже на канале о том, что Эмираты запрещают стейблкоины, не привязанные к Дирхаму. Ну, чтобы в стране это ходило, да. То есть и быстренько Tether, получается, подсуетился и будет выпускать привязанный к Дирхаму стейблкоин. И, получается, за него можно будет покупать товары, там, услуги, машины и все остальное. Все остальное они хотят запретить у себя в стране нахождение вот таких вот стейблкоинов. В принципе, неплохое решение. Поддерживаться будет Дирхам, да, и в то же время используются криптовалюты. Мне кажется, хорошее решение. BlackRock накопил почти 350 тысяч биткоинов и стал третьим крупнейшим держателем битка. Они что-то точно знают, накапливают прям по-сумасшедшему. И вы знаете, вот покупки идут, 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 а цена не растет. Вот, закупаются по хорошим ценам. Ну, я думаю, что они закупались еще и до этого по хорошим ценам. Но все же, я думаю, что, скорее всего, двинут еще цену вниз, чтобы закупиться еще. И, может быть, просадка очень сильная. Может быть, хлопнется какая-нибудь биржа очередная, в которой есть кассовый разрыв и нет ликвидности. И этим самым какой-нибудь вот черный лебедь прилетит, то цена двинется вниз. И покупки будут вот такими фондами еще больше. Поэтому цена за 350 тысяч долларов за биткоин реально, реально в этом бычьем цикле. А вот у них 350 тысяч биткоинов и цена 350 тысяч долларов будет. Не финансовый совет. 60 крупнейших хэш-фондов держат на балансе биткоин. И это только начало. Многие пенсионные фонды в Америке скупают биткоин. Представляете, раньше это было невозможно себе даже представить, что государственный орган Америки, пенсионный фонд какой-то, покупает биткоин и накапливает как резерв. Резерв, который обгоняет инфляцию. Да, понятно, есть волны вверх, вниз и так далее. Но если посмотреть на график в общем биткоина, то это растущий график, который обгоняет инфляцию. А в некоторых странах это просто в x20, в x30 обгоняет инфляцию. Поэтому еще раз повторяю, что биткоин, если он не обнулится, вот в скам, да, не улетит, то однозначно будет рост. И 350 тысяч, и миллион мы увидим, если же, говорю, не за скамиться вам. Потому что вот смотрите, очень много потерянного биткоина. У Сатоши Накамото там миллион биткоина, там у того куплено, у того там накоплено. В рынке получается практически все намайнено. И каждый сейчас хочет купить битка, все больше и больше купить битка. Пока биржа печатают бесконтрольно биток в базе данных и продают всем подряд, окей. Но когда люди захотят вывезти, им нужно будет купить этот биткоин оригинальный. И его на данный момент дефицит. Поэтому я думаю, что цену разгонят за счет вот этого дефицита и вот этой гонки за биткоином. Открытый интерес по биткоину в 1,3 миллиарда долларов после публикации глубинных анализов протоколов ФРС. Это вот про то, что я говорю как раз, что интерес к биткоину очень сильный. И думаю, что сейчас покупки неизбежны. И рост, я думаю, что в ближайшее время мы увидим. Он может быть взрывной и мы даже не успеем, как говорится, залететь в эту ракету. Криптокомпании России столкнулись с трудностями рекламирования своих продуктов. После закона о майнинге, о криптовалютах в России. Конечно, это проблема. Но, вы знаете, всегда можно обойти и сделать какие-то сноски и так далее. Но курсы можно рекламировать, можно форумы рекламировать. Напрямую нельзя рекламировать, купи биткоин у меня. Но, я думаю, что придумать что-нибудь, какие-нибудь финансовые активы, еще что-нибудь. Люди все будут понимать, что это крипта и спокойно идти туда. То есть, опять же, как я повторял, кальян и паровой коктейль. Вот пример. Это можно рекламировать, это нельзя. Поэтому что-то придумают, что-то как-то обойдут. В любом случае, обменники хотят лицензировать и рекламу запретить. И майнинг оборудования рекламы запретить. Ну, как-то будут, наверное, по-другому рекламировать, к сожалению. Но, в любом случае, это хорошо, что закон вообще есть. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал по ссылочке в описании. Поставьте лайк, напишите комментарий. Для нас это очень важно. Пока-пока.